Всем добрый день, меня зовут Александра Коробицына, я ведущий разработчик на 1С по программам и зуб, и ERP, и ух, и другие конфигурации 1С. Работала с разными. Сегодня на вебинаре я вам расскажу про работу в сервисе 1С Fresh. Месяц назад проводили вебинар тоже по Fresh. Кто не был, тоже советую посмотреть. Также выложено и на сайте нашем, и в YouTube, и на YouTube. Полезно и тем, кто работал, кто не работал. Сегодня у нас вебинар будет как продолжение того вебинара, поэтому в любом случае рекомендую к просмотру. А в планах на самом деле сделать серию вебинаров, то есть будут еще следующие, будет один плавненько вытекать из другого. Программа вебинара. Наш план сегодня. Поговорим, что такое менеджер сервиса 1С Fresh, о рекомендациях по работе в сервисе, как в нем работать, как настроить резервное копирование в сервисе, можно ли делать свои печатные формы без помощи разработчиков во Fresh и как добавить свои доработки для работы в сервисе Fresh. В конце оставлю время для вопросов. Если на что-то не ответила по ходу вебинара, отвечу в конце. Постараюсь ответить на все. Если будут какие-то объемные, обширные вопросы, то, как повторюсь, вынесем на отдельный вебинар. Расскажем с примерами и все покажем. Итак, на слайде, кстати говоря, QR-код — это ссылка на вебинар, который был 30 сентября. Мы проводили вебинар по Fresh, первый вебинар. Итак, 1С Fresh — это облачный сервис для ведения учета в программах 1С, таких как бухгалтерия, розница, управление нашей фирмой, ERP и других в облаке. Доступ к системе Fresh предоставляется через облако в сети. При этом для начала работы во Fresh не нужно устанавливать программу на локальный компьютер. Потребуется только доступ в интернет с любого устройства, логин и пароль, и можно работать. Личный кабинет 1С Fresh называют менеджером сервиса. Для входа в личный кабинет нужно зайти на официальный сайт 1sfresh.com. Можно видеть скриншот на слайде. В верхнем правом углу находится поле для логин и пароля. Давайте я вам прямо покажу на сайте. Вот. Справа вверху у нас есть логин и пароль. Нажимаем «Войти» и попадаем в личный кабинет. Здесь я в свою очередь на записи. Ага, технические работы. Вовремя. В общем, вводим логин и пароль и попадаем после кнопочки «Войти» на сайт, и дальше будет ссылка личного кабинета. При нажатии на личный кабинет мы попадаем в сам личный кабинет, который называется «Ноджер сервиса». Так. Как зарегистрироваться, да? Получить логин и пароль, если у вас еще нет личного кабинета во Fresh. Чтобы самостоятельно зарегистрироваться в сервисе 1С Fresh, нужно зайти на главную страницу, выбрать пункт «Зарегистрироваться» и начать работать. Здесь тоже на скриншоте видна эта кнопка «Разу на сайт». Время на технические работы, зарегистрироваться и начать работать. При переходе система предложит один из трех возможных вариантов. Давайте попробуем еще раз. Зарегистрироваться, а не работать. Да, вот один из трех вариантов. Первый – это регистрация. Это для пользователей, которые еще не работали в программах 1С. Здесь необходимо ввести первичные данные, фио, электронную почту, телефон, придумать пароль, можно изменить на более доступный, понятный для вас, или оставить случайно с генерировами. Обязательно при регистрации внимательно проверить почту. Это важно при регистрации в Fresh. Телефон, номер телефона, чтобы в случае утери пароля или забыли пароль, можно было легко его восстановить по телефону или по почте. После первой регистрации пользователю будет открыт бесплатный доступ в сервис 1С Fresh на 30 дней, полный доступ причем. Ну, а далее уже продлевается, приобретая подписку. Через некоторое время система автоматически зарегистрирует пользователя и перенаправит в свой личный кабинет. То есть запомнив все поля, нажав «Зарегистрироваться», поставил галочку, вы уже попадете в личный кабинет. И в верхнем правом углу будут отображаться ваши данные. Вы будете... Нет, глюк. Я думаю, что это все-таки глюк сайта, потому что здесь он нам дал выйти. Так, второй вариант регистрации, да, если у вас нет логина и пароля, это если вы уже пользуетесь программами 1С и хотите перейти на работу в сервисе 1С Fresh. В этом случае вы выбираете второй вариант, он находится ниже под регистрацией. Здесь необходимо выбрать обслуживающую организацию, нажав на ссылку, выбрать партнера, где приобреталась программа, соответственно, и с кем необходимо перейти в ООО Fresh. И здесь можно в открывшемся окне выбрать организацию, там по городу, по наименованию, например. Например, выберем кодерлайн. Вот кодерлайн. Здесь можно увидеть контактную информацию, чтобы связаться для перехода в облачный сервис. Связавшись с организацией, вам вышлют код приглашения. Код приглашения приходит также на почту. Переходя по нему, у вас откроется похожая формочка, как при регистрации, мы только что смотрели. Единственное, там будет заполнить код приглашения, и также можно поменять пароль на удобный, доступный вам. И после активации таким образом приглашения, вы будете работать, вы будете иметь доступ во Fresh уже с вашей именно организацией обслуживающей. Потому что изначально, если вы порегистрировались с первым вариантом, то обслуживающая организация подберется сервисом Fresh. Там не будет возможности выбора, только если потом переходить. Поэтому быстрее сразу же делать нужную организацию. Что делать, если вы забыли логин и пароль от сервиса 1S Fresh? В ситуации, когда логин и пароль утеряны в сервисе 1S Fresh или забыты, происходит довольно часто. Что нужно делать для восстановления доступа? На официальном сайте, в правом верхнем углу, находятся поля ввода логина и пароля. И вот ссылка, кнопка «Восстановить пароль». Перейдя по этой ссылке, попадаете на форму «Восстановление доступа». Там можно ввести почту, адрес электронной почты, который как раз вы указывали при регистрации. И кнопочка «Восстановить». Да, почта и кнопка «Восстановить». И на почту вам придет письмо для восстановления доступа с ссылкой, переходя по которой вам нужно будет указать просто новый пароль. И затем сможете с этим паролем заходить своим логином. Логин чаще всего это почта. В сервис «Срэш». Но рекомендуется хранить все-таки пароли в надежном месте и установить свой не сгенерированный случайно пароль, а установить свой, чтобы вы могли его запомнить. Легче запомнить, не забыть. Дальше. После регистрации вы попадаете в менеджер сервиса. Своим логином и паролем. Менеджер сервиса выглядит следующим образом. Справа вверху есть информация о ваших данных, фамилии, имя, отчество и персональные данные пользователя, да, вас как пользователя. Здесь можно внести изменения. Это сделать несложно. Нужно зайти в менеджер сервиса, в личный кабинет, в разделе «Мои данные», нажать на строчку с вашим FIO, это ссылка, ссылка, кнопка, и в открывшемся окне диалоговом отображаются персональные данные. Почта, логин, пароль, которые при необходимости можно изменить. Например, для смены рабочего адреса почты в разделе «Если у вас почта изменилась», основная, в которой в том числе идет восстановление пароля, нужно нажать на кнопку «Изменить» и в открывшемся окошке ввести новую почту. Точно так же можно управлять и другими, да, контактами изменять, можно фотографию добавить. Что нужно делать, если 1С-предж недоступен? Бывает такое, как у нас сейчас, например, но я так понимаю, что это не сам сервис, это часть сайта, потому что сервис работает, база у меня открыта. Но если недоступен, когда вы прямо в базу не можете свою зайти, в которой вы работали, что нужно делать в этом случае? Сам сервис 1С-фрэш работает в… Работа происходит в облачном формате, в облаке. Для доступа к программе всегда необходим интернет. Если зайти в базу не получается, первое, что необходимо проверить, это интернет-подключение. Возможно, есть бои на линии у провайдера или технические неисправности роутера. И в этом случае также рекомендуется перезагрузить маршрутизатор, сам роутер, перезагрузить интернет и снова попробовать подключиться, зайти в базу. В большинстве случаев на самом деле этого достаточно. На самом деле неполадки с интернетом исправляются, и в базу можно попасть. В исключительных случаях причиной недоступности сервиса также могут быть технические проблемы 1С. Со стороны 1С уже не пользователя. Например, когда проводятся ДДОС-атаки. Не знаю, надеюсь, что не сталкивались, но бывает такое. Проводятся ДДОС-атаки и фрэш недоступен. Однако серверы 1С надежно защищены, нарушить их работу не получится. Над восстановлением доступа к ресурсу всегда работает большое количество грамотных специалистов, которые быстро устраняют на самом деле атаки, неполадки в короткий срок. Если же у пользователя недоступен 1С фрэш и при этом нет вышеперечисленных проблем с интернет-подключением, все нормально, то тогда необходимо обратиться в техническую поддержку для оперативного решения проблемы. Для этого необходимо узнать свой IP-адрес либо у администратора системного или с помощью сервиса. Например, у Яндекса есть такой сервис узнать свой IP-адрес компьютера. QR-код на слайде я разместила, где можно посмотреть свой IP-адрес. Узнав свой IP-адрес, написать письмо на адрес поддержки 1sfresh.com с описанием проблемы и указанием своего IP-адреса. И третье – это уже дождаться ответа. На самом деле быстро отвечают, исправляют ситуацию и доступ восстанавливается. Это редко, но бывает. Нужно знать, что делать в этом случае. Итак, при работе с облачной 1sfresh в облаке от пользователей часто довольно-таки поначалу особенно поступают вопросы, как открыть облачную 1s на ноутбуке, на компьютере, что такое тонкий клиент 1sfresh, как установить его на компьютер и так далее. Сейчас я на них как раз и отвечу. Работа в облаке или во фрэш можно работать либо через веб-браузер или через тонкий клиент. Работая через веб-браузер, пользователю достаточно перейти по ссылке и приступить к работе в 1s прямо в браузере. Но у этого варианта работы во фрэш есть свои недостатки. Например, невысокая производительность, случайное открытие базы в двух окнах, в двух закладках браузера, вот как у меня сейчас открытка-закладка браузера бухгалтерии, и точно так же случайно их может быть открыто 2-3 одной и той же базы. Это может приводить их к зависаниям и сеанс может закрыться, потому что во фрэш есть также ограничения по сеансам. И для настройки электронной подписи и оборудования также работа через веб-браузер, при работе через веб-браузер может потребоваться подключение специалиста для этих целей. В отличие от веб-клиента, от работы через веб-браузер, тонкий клиент более производителен и исключает вышеперечисленные затруднения на самом деле. Одно из преимуществ тонкого клиента это возможность работы при низкой скорости интернета. И на самом деле отмечу, что рекомендуется работа в сервисе 1С Фрэш именно через тонкий клиент. Установка самого тонкого клиента проста. То есть, если мы работаем через веб-браузер, то понятно, у вас стоит браузер, вы в нем открываете, заходите в 1С Фрэш, открываете базу и работаете в закладке. При работе через тонкий клиент вам необходимо его установить. Установка проста. Есть подробная инструкция, как это сделать. На слайд добавила QR-код, ссылку на инструкцию. Она у меня, кстати говоря, открыта. Да, установка использования тонкого клиента для Windows. Есть также и для Linux. Для других инструкций можно также здесь в поиске найти эту инструкцию. Это в открытом доступе не обязательно заходить с логином и паролем. Здесь в инструкции подробно рассказано, как определить версию, скачать, установить, настроить и запускать приложение. И в том числе про автоматическое обновление тонкого клиента. То есть это не то, что один раз его установили, и все. Он устанавливается в определенной версии. Здесь можно скачать. В дальнейшем при обновлении во Фрэш у нас обновляется база автоматически, сами конфигурации. Может понадобиться, естественно, обновить и сам тонкий клиент на другую версию. Это выполняется тоже автоматически. Уже заходить, снова искать инструкцию, что нужно делать. Не надо. Одинэска сама подскажет, что нужно обновить тонкий клиент для работы. Нажимаете обновить, запустить, и все. Одинэска сама скачает нужную версию, установит и запустит вам базу в нужной версии тонкого клиента. Итак, сама база, что еще про тонкий клиент хочется добавить, сама база Одинэс при работе во Фрэш находится на сервере у провайдера Одинэс. И пользователь получает Одинэс в аренду, если говорить простыми словами. Пользователю не нужно покупать мощные компьютеры, саму программу и клиентские лицензии. Для полноценного доступа к облачной Одинэс во Фрэш нужна только подписка. Как доступ? Доступ к сервису. Подписка и подключение к интернету, естественно, с любого устройства. Будь то с компьютера, с ноутбука, планшета, даже со смартфона для бухгалтерии. Есть и мобильная версия бухгалтерии. Можно с телефона заходить. При этом пользователям не надо следить за обновлением, повторюсь, задуматься о совместимости с платформой, беспокоиться о резервных копиях. Об этом тоже сегодня поговорим, кстати, по резервной копировке. Итак, тонкий клиент про инструкции мы с вами установили. Теперь, как добавить базу, свою базу для работы. В списке баз необходимо нажать на кнопочку «Добавить». При запуске 1С у нас открывается окошко со списком баз. Выбираете нужную, нажимаете кнопочку «Добавить». Далее появится выбор, здесь как раз-таки у меня скриншот, выбор для добавления. Выбираем добавление список существующей информационной базы, потому что она у вас есть уже во фреш. Далее выбираем указываем номинование базы, например, бухгалтерия, я здесь указала, как она будет называться в списке, и указываем, что база у нас на веб-сервере находится. Адрес информационной базы – это ссылка, ссылка на базу. Ее мы берем прямо в браузере, у нас есть ссылка. Также можно получить в публичном кабинете, нажав два раза на саму базу. здесь также адрес приложения указывается. Копируйте и прямо вставляйте в адрес информационной базы. Единственное, что без идентификаторов языка. Здесь у нас идет русский язык, но здесь это не нужно. Автоматически платформа подцепит язык системы. после этого нажим остается только нажать кнопочку «Далее», готово, и все, база добавлена в список. Можно ее запускать. По кнопочке «Единственное предприятие» очень похоже, как будто у вас 1С установлена на самом компьютере. Единственное, что для тонкого клиента не нужно покупать лицензию, он бесплатный, если бы у вас 1С стоял на компьютере, естественно, это покупка лицензии и дуб лицензии и всего остального. Поэтому здесь не нужно переживать по поводу лицензии для тонкого клиента. Он в бесплатном доступе скачивается, устанавливается. Это только оболочка для того, чтобы работать в базах, которые находятся в облаке. А в данном случае у нас в сервисе 1С Фрэч. Резервная копирование. Резервное копирование это неотъемлемая часть работы любого пользователя вне зависимости на компьютере база расположена локальная или земная, как их называют, или это база в облаке в 1С Фрэш. И есть несколько способов резервного копирования базы 1С. В режиме реального времени это когда резервная копия создается автоматически. в определенные промежутки времени или же в заданное время также. Способ создания резервной копии зависит от множества факторов. В каком режиме работает программный продукт, работает ли кто-то еще с текущим документом в базе, работает ли кто-то еще и так далее. В 1С Фрэш есть две возможности создания резервной копии. Это автоматическое резервное копирование и вручную. Поговорим сначала про автоматическое резервное копирование. Оно запускается средствами сервиса 1С Фрэш обычно в вечернее ночное время. Обязательное условие для создания резервных копий автоматических резервных копий это чтобы кто-то в этот день обязательно работал в базе хотя бы один раз она открывалась в течение дня и на момент создания копии чтобы никого не было. Автоматически архивные копии делаются ежедневные ежемесячные ежегодные на скриншоте вот можно увидеть что у меня есть допустим ежегодная копия ежемесячная ежедневная попадаем мы сюда через менеджер сервиса по ссылке архивирования да ну вот собственно тот же самый ежегодные ежемесячные ежедневные копии вот заметим что тут у нас каждый месяц допустим если бы я базу не открывала в ноябре еще ни разу то ноябрьской копии ежемесячной еще бы не было потому что обязательно условия чтобы хотя бы раз она была открыта чтобы в ней кто-то работал так что мы здесь можем увидеть в резервных копиях здесь у нас есть информация о дате создания о дате создания о размере который они будут занимать при скачивании здесь можно его скачать нажав получить файл в итоге получаем архив дата дам в таком виде кстати говоря через эту архивацию это единственный способ восстановить базу в это же приложение допустим у меня сейчас есть одна единственная база а их может быть много одна единственная база и я могу восстановить архивную копию допустим я поработала поняла что я сделала что-то не то хочу откатиться чтобы откатиться прямо в эту же базу это можно сделать только вот отсюда у меня здесь кнопочка неактивна потому что у меня права урезанные под полными правами заходя у себя у вас здесь будет рядом что-то кнопочка восстановить и вот при нажатии восстановить указываете свое приложение и тогда эту копию можно прямо в эту базу восстановить во всех остальных случаях для восстановления необходимо будет создавать новую базу и в нее будет подгружаться они в эту же а новая база естественно это значит новая ссылка другая ссылка для добавления и так далее сколько хранится резервные копии хранятся пока действует подписка пока есть доступ для работы в сервисе после окончания подписки если по какой-либо причине она была не продлена резервные копии хранятся в сервисе еще 60 дней 60 дней после чего удаляются если же старая база не нужна ее можно удалить тогда тоже копии не будут делаться удаление происходит нажав на кнопку удалить у меня ее здесь нет потому что опять-таки доступ ограничен а скриншота тоже нет ну сам факт что при нажатии на правой кнопкой здесь появится удалить вот есть изменить есть также удалить приложение и здесь на самом деле тоже есть эти кнопки удалить тогда база будет находиться в процессе удаляется в какой-то период вот и после удаления если вы сами удалили базу решили что она вам не нужна то там архив хранится этой базой один месяц не 60 дней а один месяц ну нужно на самом деле контролировать количество приложений потому что зависит от подписки сколько можно вам вас со скольки базы вам можно работать потому что подписки проф ну базовая это вообще одна база подписки проф доступна 10 баз а если вы там создадите создадите одиннадцатую то одиннадцатый врач вам не даст работать ни в одной базе он заблокирует доступ во все вот это не нарушение но это нужно иметь в виду если все-таки нужно вам одиннадцатая например база когда у вас доступ на 10 лимит только 10 баз в этом случае на самом деле можно докупить покупается дополнительно количество баз и работается вот просто нужно понимать что фреш контролирует количество баз и если оно будет больше чем доступно по тарифу то он блокирует вход во все нельзя будет работать ни в одной пока не удалите пока не не удалите лишние базы и вас не вернется к нужному количеству так второй вариант создания резервной копии это вручную ручной способ для этого необходимо непосредственно для этого в личном кабинете давайте сразу покажу в личном кабинете либо нажать изменить либо два раза мышкой нажимаем на нужную базу в которой вы хотите создать резервную копию нажимаем резервное копирование создать резервную копию следует учитывать что для данного способа копирования необходим монопольный режим, то есть все пользователи должны выйти из базы. То есть вам программа даст сервис, нажать «Создать резервную копию», «Сохранить» и так далее. Но сам процесс создания резервной копии может запуститься позже, когда все выйдут из базы, когда фреш запустит процесс формирования архивной копии. И здесь же в списке архивных копий приложений вы увидите еще одну запись с архивом, который вы допустили сами принудительно. Бывают случаи, когда все пользователи из базы уже вышли, но 1С все равно говорит, что есть активные пользователи. В этом случае, где можно посмотреть про активных пользователей? В самой базе, нажав на «Администрирование», «Обслуживание», «Активные пользователи». Это в самой базе. Вот она показывает, что есть два сеанса. Я вот уже вижу, что один зависший, скорее всего. Вот «Жирненький» выделяется в «Кучи», это наш сеанс, и один зависший, потому что больше у меня база везде не открыта. Где еще можно посмотреть активных пользователей? Можно посмотреть в личном кабинете, нажав на ссылочку «Активные пользователи», либо, но в этом случае вы увидите «Активные пользователи» всех приложений. Это у меня просто оно одно. А если необходимо увидеть конкретного, то тоже в самой карточке есть ссылочка «Активные пользователи». Здесь же их можно завершить. То есть, например, давайте вот этот сеанс. Показывает даже, что он спячий. Мы его завершим. Потребует без предупреждения, либо с предупреждением написать его здесь можно. На самом деле он может запросить еще пароль. Пароль главного ответа на записи. У меня не запросил сегодня. Сегодня не запросил. Если мы проверим здесь, тоже у нас один единственный активный сеанс. Так, идем дальше. Создание резервной копии. Про резервное копирование. Резервное копирование вроде как все. Если есть вопросы, повторюсь, то обязательно пишите в чате, либо кто смотрит записи, пишите в комментариях. Ответим либо там же, либо на вебинаре следующем. Перейдем тогда с вами к доработкам. Для меня как разработчика к самому интересному. Так. Пользователь локальных 1С, кто работает в земных, на версиях 1С, знает, что можно расширить функционал программы за счет использования внешних отчетов, доработок, также расширений, ну и непосредственно изменения самой конфигурации внутри. Если у вас изменения самой конфигурации внутри, 1С-овской бухгалтерии, зарплаты, неважно, или говоря языком 1С, у вас нетиповая конфигурация, какое-то изменение-то есть, то во фреш вам эти настройки внутри конфигурации не перенести, потому что внутри базу во фреш мы не видим, и настроить мы ее не можем. Соответственно, эти настройки вам в фреш не перенести. А если же сделаны расширения, доработки, внешние обработки, отчеты, печатной формы, здесь уже нельзя сказать однозначно. Однозначно, что нельзя. Нельзя сказать. В первую очередь необходимо, чтобы эти доработки соответствовали регламенту разработки для сервиса фреш и прошли проверку, так называемый аудит сервиса фреш. Аудит занимает где-то 1, 2, 3 максимум рабочих дня. По результату аудита может прийти либо список замечаний, почему не подходит данная доработка во фреш, либо успешный, ответ об успешном прохождении аудита, и, соответственно, можно подключать и работать во фреше с этими доработками. Поэтому здесь важно успешное прохождение аудита. И да, может быть такое, что аудит будет неуспешный и замечания, которые придут, их не исправить, потому что этого требует доработка. Бывает такое. Чаще всего универсальные обработки не подходят для фреш. Для этого их нужно просто как совет сделать менее универсальными, то есть более конкретизировать, для чего нужна эта обработка и сделать ее менее универсальными. Тогда большей приятностью, что она пройдет аудит и можно будет ей пользоваться. Также во фреше есть возможность добавлять расширения других разработчиков прямо из приложения, из баз, да, во фреше. Называется этот функционал магазин расширений. То есть это где можно найти еще, да, доработки, которые вам в помощь. Здесь не просто 1С, прямо в приложении можно выбрать расширение из каталога. Находится на главной страничке в разделе поддержка, в данном случае бухгалтерии, но на самом деле во всех конфигурациях, во фреше, есть на главной странице поддержка, и там есть магазин расширений. Здесь множество разработок программистов, которые дополняют, адаптируют 1С. Также можно и свои доработки добавлять в магазин расширений, где можно посмотреть вообще, есть ли у вас доработки в базе. Может быть, вы работаете и не знаете, у вас вообще есть доработки или их нет. Для этого необходимо зайти в своей локальной базе, ну или во фреше, если вам интересно, в раздел администрирования, печатные формы отчета и обработки. И здесь у нас есть расширение и дополнительные отчеты обработки. Если мы нажмем дополнительные отчеты обработки, увидим пусто, ничего нет. Если у вас в локальной версии есть что-то, скорее всего, вы этим пользуетесь, и здесь нужно встать вопрос, а можно ли это использовать тоже во фреше. Либо от этого можно отказаться, если вы планируете перейти в ручку. Расширение. У меня тут в демо-базе список пустой. У вас здесь может быть что-то и есть. И после установки, если вы будете устанавливать что-то из менеджера сервиса, например, или свои доработки, они у вас также здесь во фреше должны появиться при успехе. И в доп. обработках, и все что-то, и в расширениях. подробнее про аудит, про магазин расширений, как добавить именно свою доработку во фреш обработку или расширение, мы также смотрели на вот первом вебинаре, который был 30 сентября, месяц назад. Там подробно тоже это рассматривали, и QR-код. Вот у меня здесь как раз QR-код на этот вебинар. Можно посмотреть. Я сейчас останавливаться не буду. Перейдем к другому. Отдельно хотелось бы еще поговорить по доработке про печатные формы. Печатные формы в 1С. Как разработчик тоже могу сказать, что запрос на свои печатные формы один из самых популярных, все так же остается один из самых популярных, но мало кто знает, что на сегодняшний день их можно настраивать под себя самим. Потому что 1С делал этот функционал как раз таки потому, что это один из самых популярных запросов. Добавил этот функционал для пользователя. Как можно для себя самим сделать печатные формы. И довольно-таки он не сложный. То есть не нужно быть супер-разработчиком для того, чтобы делать эти печатные формы. Там, конечно, не полный функционал, но достаточно много чего можно сделать. Вот это я и хотела сегодня вам показать. не основу разработки в 1С, а именно как можно сами под себя что-то подправить, не обращая к разработчику. Сейчас посмотрим на примере 1С бухгалтерии печатной формы договоров. Откроем прямо в базе, вот во фрешеме, в базе, у нас есть шаблоны договоров. Это типовые шаблоны, можно открыть их, посмотреть, прямо здесь подправить. То, что выделено жирненьким в фигурных скобках, это будет заполняться автоматически. Допустим, мы с вами хотим создать новый договор возмездного оказания услуг. Давайте мы только его назовем. Как мы его назовем? стоимость у нас есть. Что можно добавить? Можно посмотреть и здесь вставить в текст. Здесь есть реквизиты организации, в том числе просто слово именуемое, если где-то необходимо, и банковские реквизиты, и контактная информация, руководитель, представитель и так далее. Можно добавлять реквизиты контрагента, с другой стороны, тоже реквизиты, контактная информация. Если это заведено на базе, оно все выведется. Что касается договора, тоже есть прописью, не прописью, сумма НДС, без НДС. Счет на оплату тоже, если печатается договор не из правочника договоров, а из счета на оплату тоже, можно ставить сумму то, что написано в счете. Давайте посмотрим, например, организация. Давайте у нас есть юр адрес. Пишем, что это у нас юр адрес. Добавим почтовый, нету ИП, ИП я завела Петро, почтовый адрес. Почтовый адрес, просто пишу текст. Дальше нам нужно, чтобы он автоматически вставился. Вставить в текст наш реквизит, раз у меня там организация ИП я завела почтовый адрес. Вот он у нас здесь отобразился. Давайте тогда здесь добавим договор возведенного указания услуг. Чтобы он отличался от другого, чтобы нам не путаться. Записать, закрыть. Вот он у нас появился. Здесь на самом деле можно и жирности, курсивом, и больше, и меньше. В общем, редактирование договора подставить его под себя. Также здесь можно создать пустой свой какой-то договор или расписку какую-нибудь. председатель подписка первой пункт. Второй пункт. Третий пункт. Если для примера, это внизу организация маньяка маньяка маньяка. Если это можно покрасивши для себя там все это нарисовать. Сейчас просто для примера. И что? И давайте напечатаем. Давайте договору. Я тут один договор заведен. Организация ИП. Петров. Да. Что у нас с адресами? Да. Вот у меня тут есть адрес. И почтовый. Он отличается. Давайте напечатаем. Печатаем договора. Убираем электронный договорный документ. Чтобы не было служебных реквизитов. Мы просто до себя хотим. Не через электрон отправлять. Выберем наш почтовый адрес. Заполнился. Где не хватило информации. Если его в базе нет, он не указал. Можно ввести ручками. так. И мы с вами выбрали почтовый адрес. Так как он заполнен, он у нас его выведен. Вот. Аналогично можно для себя формат подправить. И давайте еще напечатаем расписку. Да, вот расписка. Вот наш текст и наименование организации. У меня там Петров 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 Петрович. Это что касается печатных форм договоров бухгалтерии. Бухгалтерия. А что же с остальными формами печатных? У нас не только же договора есть, не только в бухгалтерии. С остальными печатными формами также есть возможность изменения, редактирования и добавления своих печатных форм пользователю без обращения к разработчику. есть и для ОНФ, и для зарплаты, и для остальных. Где же эта функция находится? Здесь мы уже идем с вами в администрирование печатной формы тетой обработки макеты печатных форм. Сейчас тоже на примере какого-нибудь складского вот у меня открыто. Здесь у нас все макеты печатных форм по разделам разделенные ну вот давай давайте например складе акт на списание материалов. Это сама печатная формочка которая печатается сейчас типовая на языке заботчиков типовая печатная форма. Здесь также можно и чрифт и цвет и выделение и текст какой-то добавить любой да что-то свое реквизиты здесь уже немножечко проблематично и здесь нету подсказок но это что касается текущей печатной формы можно создать макет табличного документа новый создать макет даже создать новый давайте мы его отредактируем например у нас здесь выводится подразделение дата документ давайте глянем печатается у нас из-за расходных у меня тут одно заведено окно списания вот так он выглядит подразделение неизвестно цель расхода например выводится здесь допустим вам нужно вывести цель расхода не здесь а где-нибудь не знаю вверху зайдем сюда цель расхода у нас так идет реквизит способ заполнения ячейки указан параметр если текст это просто текст параметр значит он будет заполняться шаблон это значит там есть и текст и параметр для заполнения тогда мы сделаем таким образом я вот здесь напишу то Вот так, думаю, что может тормозить его в браузере. Так, параметр расхода. Затем, что я написала. Вот, цель расхода тоже в копках. Давайте и текст тоже выберем. Цель расхода, изменим. И вот, и пишем изменения. У нас отображается сразу карандашиком, что у нас изменил макет. Давайте вернемся, посмотрим. Да, цель расхода. Вот так. Если вы что-то переживаете, что вы тут что-то сами наворотите, представив себя разработчиком, войдете в кураж, то тоже не переживайте. Карандашик будет означать, что вы, значит, этот макет правили. Если же вы хотите включить стандартный, то есть нет, давайте-ка получить, используйте то, что было, я там что-то наломал. Использовать стандартный есть кнопочка. При этом измененный у вас останется, никто его не удалит. Если вы решите, нет, я хочу снова то, что я там направила для себя, включайте, используйте измененный. Итак, давайте теперь напечатаем акт на список. Вот. И здесь у нас тоже вывел цель расхода. Точно так же можно выводить и текст, и дополнительные, на самом деле, реквизиты, и дополнительные сведения, свои добавлять реквизиты. Но это уже требует больше времени, и на самом деле я планирую это вывести на следующий как раз-таки вебинар. Про дополнительные реквизиты, сведения, и как можно все это выводить в свои печатные формочки. Дайте знать, если вам это интересно. Прямо на каком-нибудь примере посмотреть. В режиме реального времени создать. На этом основную часть вебинара я завершаю. Готова ответить на ваши вопросы. Пишите их в чат. Если у вас вопросы, может быть, по резервному копированию, по тонкому клиенту, да и вообще, в принципе, любой вопрос по фрешу. Можете задать по доработкам. Пока вы пишете, я вам покажу еще новиночки во фреш. Это тоже по традиции, как с прошлого вебинара. На прошлом вебинаре я показывала самые-самые свежайшие фишки во фреш. Слайды у меня закончились. Смотрите, что появилось. Я тут себе вынесла. На прошлом вебинаре я показывала про ассистент-бухгалтера. Это суперновая фишка, которую тоже просили у разработчиков. Ее сделали, сделали доступной всем и бесплатно. Пользуйтесь пока бесплатно. Через магазинное расширение, про которое я рассказывала. Это возможность отправлять счета, акты и так далее автоматически. Вот, написано здесь про это. И в каких приложениях это реализовано. Ну, в бухгалтерии это уже чего стоит. Так, вот. Здесь тоже все объяснено. Это ладно, это я говорил на прошлом вебинаре. А сейчас, что еще появилось? Появилось заполнение остатков на складе. Можно прям заполнить документы по остаткам. Какие? Передать в товаров, перемещение, реализация, списание, право-докладание. Все это можно заполнить остатками на складе. Раньше такой возможности не было, но очень-очень хотелось. Сейчас это можно добавить, работая во фрэш, через магазин расширения. И еще самый-самый следжечок. Это появилась возможность загружать данные о кассовых чеках. Бесплатная возможность. Платных-то было. Много вариантов. Разработчики там делали свои доработки и выкладывали в магазин расширения. Платно было, бесплатно не было. Теперь есть и бесплатный вариант загрузки чеков. Тоже, в каких приложениях это есть? Возможности, что можно сделать с чеками? Как использовать? Пожалуйста, вся инструкция с картиночками, со скриншотами, с описанием. Все как положено. Можно брать, ставить себе базу и работать. Печатать в чеке тоже можно. Документ приложить сразу к присоединенных файлам. Показывать чеки. Это черно. Как установить расширение? Здесь, кстати, тоже все написано. Со скриншотом. Но устанавливается, на самом деле, как и любое расширение. Через магазин расширений. Настандартная процедура. А, вот, в бухгалтерии и в ОНРке. Можно пользоваться этой новой фишкой. 14 октября выложили статью. На самом деле, мало кто, мало кто еще пользуется. Пользуйтесь. Делай это все для пользователей. Так. Вопрос. В ОПД есть товар, который создан путем комплектации. Клиенты хотят видеть данную номенклатуру в расшифровке. Из чего состоит? В ОПД. Так. Поняла. Поняла даже путь, откуда эту информацию взять. Но если говорить, можно ли это сделать, вопрос, да, собственно, в чем? Можно ли сделать? Изменить, да, ОПД. Можно ли изменить ОПД, чтобы выводилась эта информация и использовать, да, его в том числе для отправки ВДО? Пользователю в данном случае здесь скорее нет. Нельзя добавить эту информацию. Но вопрос на самом деле интересный. Я бы его прям вот взяла на следующий вебинар, что прям с вами в онлайн в режиме реального времени. Сделать, попробовать. Потому что есть функционал более широкий для создания печатных форм. Это более сложно сейчас сразу же вам открыть и делать. На сегодня, я думаю, достаточно того, что я сегодня показала. А если прям делать отдельный вебинар, то созданию своих печатных форм и с помощью разработчиков, такой как мастер-класс, то вот туда вот можно было бы, чтобы я подробненько, спокойненько на каждом моменте бы остановилась и объяснила. Понятно, почему я туда тыкаю, то нажимаю, то добавляю. Спасибо большое, Анна, за вопрос на самом деле. Я его себе отметила, запомнила. Так, вопросов пока новых нет. Тогда я предлагаю на этом завершить. Онлайн, кто будет смотреть записи, тоже. Вы большие молодцы, что досмотрели до конца. Еще раз приглашаю вас посмотреть первый вебинар по теме 1S Fresh. Он был вот в конце сентября, 30-го числа. Что такое 1S Fresh? Сегодня у нас была работа в 1S Fresh. Следующий вебинар, скорее всего, будет как раз-таки по доработкам. Там будут дополнительные реквизиты, сведения, все остальное. Да. В декабре, планируется в декабре. Будет обязательно анонс на эту тему. Еще раз благодарю всех за внимание. Всем хорошего дня. И до новых встреч.